Всем привет! С вами Таня Генерал, канал Субъективно об Америке. Приветствует вас в своем обновленном составе. Это Долли. Долли, скажи мяу. Сегодня расскажу вам про отношения американцев к животным. Все эти истории, с которыми я сталкиваюсь в шелтере, они сильно противоречат тому, что я вижу на общем уровне, там, где люди тратят огромные-огромные деньги, расходы на домашних животных, расходы на собак, в Америке считаются вторыми по увеличению после расходов на детей. И знаете, все эти милые глупости, что уже даже Starbucks, сеть кофеин Starbucks, они даже делают специальное кофе для собак, которое называется попучино. Ты пробовала попучино? Нет? Тебе бы понравилось. Вот этот маленький террорист сегодня ночью. Что ты сегодня ночью делала? Расскажи всем. Зачем делаешь такое лицо невинное? Никто ведь не поверит. Никто ведь не поверит, как ты выскочила в окно и бегала по крыше. Террористка маленькая, как ковер драла, и как двери открывала в прыжке. Да, такие глаза невинные. Никто бы и не подумал никогда. А мы с Долей приглашаем вас всех поддержать бездомных собак и внести в ваш посильный вклад в фонд поддержки приюта. Наш приют не только собирает вот таких вот бедолаг и дает им новую жизнь и новых хозяев. Наш приют еще поддерживает возможность местных жителей, у которых нет достаточно средств, лечить их животных. Он перечисляет 20% от всех пожертвований в местную ветеринарную клинику на стерилизацию бездомных животных, на вакцинацию бездомных животных. Присоединяйтесь, ссылка будет в описании, мы с Долей будем вам несказанно благодарны. Да? Скажи мяу. Ну или гав. Что-нибудь скажи. Так вот, в приюте, конечно, мы сталкиваемся совершенно с другими историями, когда собак используют как расходный материал, который вот на каком-то этапе жизни вам понадобился, вы его попользовали, а потом он вам почему-то стал неудобен и не нужен, и вы от него избавились. Это до сих пор не умещается у меня в голове, потому что у меня привычная схема, что собака – это вот друг до конца жизни, и ты вот свою собаку там взял, вырастил, выкормила, она с тобой навсегда. Но здесь происходят истории, и часто я вижу на клетках животных, пишут, откуда они к нам попали, и истории из оперы. Вот взяли щенка, он был у них 5 лет, потом родился ребенок, у ребенка была на щенка аллергия, и щенка отдали, собаку отдали взрослую. Молодая пара сошлись, стали жить вместе, взяли щенка. Потом через 3 года они расстались, щенок остался ему или ей, у него или у нее нет времени, они много ездят, собаку отдали. И так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Как я уже упоминала в предыдущем видео, с одной стороны, в этом есть рациональное зерно, как минимум собаку не усыпили. Да, Долли? Как минимум собаку не усыпили, как минимум ей нашли место, где ее вылечат, выходят, приведут в порядок и найдут ей новых хозяев. История Долли тоже не отличается особым изяществом. Она была единственной собакой в семье у пожилых людей, и у хозяйки наступило ослабление памяти, тот самый пресловутый Альцгеймер. Проглотила комара. Вот они издержки профессии. Надо отметить, что собаки в нашем приюте, они не сразу припопадают к нам, и им сразу ищут хозяев. Им делают полностью врачебный осмотр, анализы. И, как я уже рассказывала, у нас есть очень распространенное здесь заболевание в жарком, почти тропическом климате. Это сердечные черви, которые распространяются москитами. К сожалению, очень многие собаки, хозяева которых не очень о них заботятся, этим не занимаются, есть специальные профилактические таблетки, которые им дают раз в месяц. И если этого не делать, то собака может очень легко получить этих червей. У Дули как раз такая история, у нее эти черви. И она в приюте была уже почти два месяца. Я за ней смотрела и думала, почему же такую красотку не забирают. Вот такая у нас есть, вот такси, такси, смякся, колбаса, колбаса, собака-колбаса. Оказалось, что ее еще даже не пролечили. У нас, к сожалению, всего три койка места. После того, как делают лечение от этих червей, животное должно находиться в покое три недели. И для этого у нас только три специальных небольших вольера, и там люди специально обученные, которые этим занимаются. И то есть пока дойдет очередь до очередной партии собачек, до Дули она дойдет 7 октября. Я посмотрела на это, на все посмотрела. Сидит она там, сидит. Она может с таким же успехом у меня сидеть дома. Я связалась с женщиной, которая у нас занимается передержкой. Говорит, давайте ее домой возьму. Она говорит, ну, возьми. Если ты уверена, что у них все будет хорошо, стиль, да и возьми. Так что Доли теперь живет у меня. Это временно. Сразу говорю всем тем, кто хочет посылать опять проклятие мне на голову и желать мне, чтобы меня предали все, кого я люблю. Я никого не предаю. Я просто скрашиваю ей время. Чем она все эти недели бы сидела там в приюте, она у меня дома. Стиль, да, у них пока отношения сложные. Я держу их изолировано. Но я думаю, что со временем все наладится. Самое главное, почему я сегодня решила снять это видео, это факт, что Доли не лает вообще. Сначала я думала, что она такая спокойная собака. Не слышала, как она лает. Но потом, когда она увидела тильду и издала хрип, что-то пронеслось в моей голове. И я погуглила, и я поняла, ей сделали операцию по перерезанию связок, чтобы она не лаяла. Я считаю, что это самое античеловечное, антигуманное, вообще самое невозможное, что только можно сделать. Горите в аду, кто это делает своим собакам, лишая их, буквально, голоса, лишая их возможности выражать себя. Теперь, когда я вижу, когда мы с ней гуляем, и она видит других собак, что ты делаешь, когда ты видишь других собак? Она просто поднимает на спине шерстку. Если собака каким-то образом ей кажется угрозой, она виляет хвостом, если она с этой собакой хотела бы как-то пересечься. Но это и все, на что собака способна. Я считаю, что это самое бесчеловечное, и так вообще поступать нельзя. Сегодня у нас прямо день неожиданностей. Смотрите, кого встретили еще на прогулке. Долей, смотри, что тут есть. Долей. Долей такая, пойдем уже, пойдем, надо идти. Знаете, таксо носом в землю встала и почесала. Таксо. И вот это все на фоне, понимаете, вот этих вот гостиниц для собак, детских садиков для собак. Это все на фоне того, что люди могут собак в самолете возить, собаки в гостинице с ними останавливаются. То есть они носятся с ними, как с детьми, но при этом, если что-то вдруг пошло не так и стало неудобно, а давайте ее голоса лишим, давайте ей связки перережем, а давайте ей, не знаю, ножки пришьем к телу, чтобы она так быстро не бегала. Почему она так бегает у нас быстро? Давайте ей попу зашьем, чтобы она не какала, где попала. Она же какает, это же животное. Ну, то есть такое отношение меня поразило, удивило, и прям очень сильно была я недовольна этим. Я не знаю, делают ли подобное вообще где-нибудь еще. Я с таким столкнулась первый раз в Америке, я была в большом шоке. Вот, мы пошли гулять дальше. Завтра утром нас ждет опять приют, но у меня Доли пока в приют не поедет. Спасибо, что посмотрели. Я поделилась с вами наболевшим, возмущалась. Это я возмущалась. Это я возмущалась. Ладно, пойдем мы гулять. Люблю вас, всех обнимаю. Пока-пока. Елисон сказал, что она возмущается. Реально? Да, мы будем иметь много маленьких Доли скоро. Нет, нет. Елисон сказал, что, я не знаю, может быть, я ее не знаю. Не знаю, не знаю, что она просто подошла. Я не знаю. Доли. А, она становится шоком. Она не хочет идти в ее кейс. Каме, каме. Нет, 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 это видео. Каме, 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 каме. Ты знаешь, мы hydrogen. Каме это новый дом. Каме.